23 мая 2020 года социальные сети и множество интернет-изданий оповестили страшную новость В Выборгском районе Санкт-Петербурга пожар унес жизнь Романа Алексеева, которого хип-хоп-нация знала под именем Купер и его матери Людмилы Участники Bad Balance и многочисленная армия фанов надеялись на чудо, но 25 мая страшный факт подтвердился официально 28 мая состоялись похороны Купера и его матери Людмилы на кладбище Красная Горка Учитывая тот факт, что губернатор Питера Александр Пеклов до 31 мая запретил посещение кладбищ, расположенных на территории города На похоронах присутствовали лишь родственники и близкие друзья Эта трагедия породила множество разговоров, сплетен, слухов и даже громких скандалов, особенно по поводу последних лет жизни Купера Прошло немало времени и лично я хочу поднять две темы О двух своих встречах с артистом, которые изменили ход событий в моей жизни И в хронологическом порядке повествовать о вкладе в музыку великого рэп-артиста В августе 2005 года состоялся всеукраинский тур Bad Balance и лично я был на концерте во Львове Событие оказалось настолько павятным и важным в моей жизни, что я помню все, что происходило в деталях, как будто это было вчера За несколько часов до концерта я прогуливался возле уже смонтированной сцены И тут я увидел знакомого человека в фирменной одежде Bad Balance Мне было сложно в это поверить, но это был культовый хип-хоп-артист, команду которого я слушал каждый день Все, что случилось дальше, меня сильно поразило Я подошел к Куперу, чтобы выразить восхищение его техникой, музыкой и талантом Но я и подумать не мог, что у столь именитого музыканта нет звездности в обычном общении Это был долгий разговор, благодаря которому я узнал много всего, что меня интересовало и что происходило в рэп-музыке того времени Ближе к завершению разговора появился ученик Купера Зумер, который отбирал начинающих MC на фристайл Что должен был состояться перед концертом Bad Balance Купер спокойно посмотрел на меня и сказал Иди пробуй, это хорошая возможность На то время я еще никогда не читал рэп со сцены, а тут еще и сколько народу По разным оценкам Bad Balance тогда собрали около 30 тысяч человек Купер увидел сомнения в моих глазах и продолжил Если рэп-музыка часть тебя, то ты не должен переживать из-за того, что перед сценой много людей И вот именно в этот памятный день я впервые в жизни топтал рэп-сцену Вся наша жизнь – это череда случайных событий, которые не являются случайными Было сделано фото на память Конечно, в этом нет ничего необычного Фаны всегда хотят фото на память с артистами, творчество которых любят Но спустя ровно год, в августе 2006-го, мы встретились на том же месте, за тем же столом И на фотографии, которая была сделана год назад, Купер поставил автограф Я всегда буду помнить артиста, который помог мне начать творческий путь Это тише, Ленар Это Кумер Купер, мама, папа, и нам Ума не под верхом, там прорастет лоток перед вашими ногами Терактим, в середине темно-серого, северно по Питер поднимает Буровище глупо, «эти-си-се-самаяка» Терактим, в середине легорода гоняет Оржи без бензина на колёсах врипитал Просторм, стой-самаяка,hl к-си-самаяке, я Из Града-битрограда, Компровито не дороса Стриплым голосом читаю «За-само», я не забыл кидаю камни в город «За-самой», ну на тех, где Купер был мне больно А-а-а-ма, ссоем только те кто знает, только моту Ему бы на лбак просто мот или не могу, я больше буду, чем цветная эта груда Идала лобошку, ломая, ну и всякие колонны одни лодки Ваде и ремесло восточного подстания Верит жену клубит, ломая в признаке обычного подстания Прошу мозгами избранных людей Открытывая новость, подла слава ревеликого Паря, так не буду, что завтра с семьёй поят Без святого яд, знаю точно, где лежит душа востока В парковой дороге ведут плохи Для места микрофонов выдадут соску Это просто знаки, а я питерский броня На гражды северного стиля Взрывы до сто семь Вывод, выбор в районе, где и Тельву построила Купируем я, и пироглором на петро-конке Взрывы северного, северного, пикер, вынимали Ну и век, и купали резин Уже нагоняется, даже без бензина На колёсах выпьет Сто процентная резина Поклонники и коллеги часто называли его Самым техничным рэпером и голосом питерского андеграунда В конце 90-х Купер с альбомом Дорога на восток совершила стоящую революцию в русском рэпе Изобретя так называемую оригинальную питерскую школу читки Которая вскоре перекочевала и в другие регионы России Широкую известность принёс ему трек «Питер, я твой» и снятый на него видеоклиф в 2001 году 2001 год Участие в альбоме «Каменный лес», что стал пятым студийным альбомом группы Bad Balance Который записан в то время, когда Купер вместе с Legalize пришёл на смену Михею Альбом создан на нью-йоркских битах и пропитан духом мирового хип-хопа 2001 год Участие в альбоме «Bad B Alliance. Новый мир» Мало-помалу шестой студийный альбом хип-хоп группы Bad Balance В составе группы «MasterChef El Solo Cooper» Он был выпущен в ноябре 2003 года на лейбле «100 Pro CD Land» Первоначальное название альбома «Carolion The Ground» Альбом получился самым хардкорным и жёстким из всей дискографии 16 треков жёсткого речитатива в стиле хардкор Где приняли участие приглашённые гости CJ – лидер культовой московской рэп-группы D.O.B. Группа Naive – легендарная панк-группа Панс – лидер группы «Братья Наличное» и «Легальный бизнес» Саймон Михей со своей последней композицией «Тихо тают дни» И Владимир Трошин – оригинальный исполнитель культовой песни «Подмосковные вечера» 2006 год – выход с сольного альбома «Купера Я» Который создавался 5 лет и не имеет аналогов Благодаря не только глубокому тембру голоса, но и феноменальной технике читки Альбом открывает слушателю тайное знание Востока Гости релиза – Шеф, Ёлка, Эл Соло, Шмель 2007 год Участие в седьмом альбоме Bad Balance В котором группа повествует красочные истории о жизни гангстеров Аль Капоне, Джон Готи, Дон Хосе, Бонни Клайд, Пабло Эскобар, Маккой, Сонька Золотая Ручка и многих других Общее звучание альбома получилось очень насыщенным и каждая композиция имеет национальную тему и привязку к герою Музыкальное сопровождение альбома абсолютно нетипично для российской рэп-сцены, ведь 80% музыки – это живые инструменты В записи альбома принимали участие 14 профессиональных музыкантов 2009 год Купер максимально гармонично вписался в восьмой студийный альбом Bad Balance Идеально разработал не только уличные фишки, но и атмосферу олдскула и дух андеграунда 2012 год Участие в альбоме Worldwide По мнению многих музыкальных критиков, Купер и вытащил этот альбом Worldwide – первый современный альбом со времен альбома «Мало по малу», ведь альбомы легенды гангстеров и «Семь на одного не ждут» – это классические арт-рэп-проекты Worldwide – альбом для ценителей настоящего рэпа История, которая объединяет поэзию и жизненные принципы Bad B Альбом по духу напоминает налетчиков Bad B по атмосфере каменный лес, а по стилю город джунглей 2014 год Участие в альбоме Bad B Pro «Северная мистика» изначально диспланировался как второй сольный альбом Купера Но последний момент вышел как продолжение проекта Bad B Pro и стал вторым альбомом после «Чисто про» Купер и Шеф, отбросив все сомнения, начинают свое шефствие в мире теней языческой мифологии, где их ждут неожиданные встречи с отважными норманами, магами-друидами Они найдут у подножия северные гор созвездия, по которому викинги на своих ладьях добрались до побережья Америки Раскроют великую загадку алуэцких шаманов Прочтут в утраченных манускриптах о таинственной силе северных фурий и волшебных свойствах грибов, растений и трав Они увидят обращение в животных кельских пресерков и поведают о силе ярости их ножей Шеф и Купер найдут способ уберечься от сил тьмы в час полной луны при помощи сакральных амулетов Они окажутся в тех временах, когда деревья были большими, камни говорили, а люди умели их слушать Шеф и Купер, пройдя всю северную мистику, вернутся на родину и проплывут из варяг в греки По великому северному пути своих предков, принеся с собой свет надежды того самого философского камня, который зовется Bad B Pro Складывается впечатление, что Купер чувствовал беду и в последние годы своего творческого пути отметился еще в двух релизах В десятом студийном альбоме Bad Balance, Криминал 90-х в треке из 90-х Где максимально правдиво описал тот период истории, где начинался его музыкальный путь и профессиональный русский рэп в целом На сольном альбоме Шефа Гипноз в треке Мой Питер, что стал продолжением бессмертного хита Питер, я твой Я левша и от сердца протягиваю руку Я вернусь Я обещаю, я вернусь Я обещаю, я вернусь Я обещаю, я вернусь